МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Николай Михеев является преподавателем высшей школы музыки имени Василия Босикова, где помимо дисциплин академической музыки читает лекции и проводит практические занятия по музыкальной информатике, современным музыкальным компьютерным технологиям и компьютерной аранжировке, истории и теории электронной музыки. -"Николай, давай так буду обращаться к тебе, ну, лет на 30, моложе меня, да, но я вот отношусь к тебе очень из надежды и, назовем так, с уверенностью будущей. Как только услышал имя Николая Алексеевич Михеев, то сразу же заинтересовался, какая музыка будет звучать. И для меня это сразу стало любопытно, интересно, поскольку с консерваторским образованием, композиторским, к нам же не каждый год, не каждое десятилетие, а может и двадцатилетие приходят, и потом возвращаются домой, работают, тем более... -"Почти в 30 лет получается разрыв после Герасимова". -"30 лет после Герасимова, вот так вот. А это непорядок какой-то возможен. Но с другой стороны, композитор же это такой эксклюзивный товар, то есть это эксклюзивное такое явление. Это не каждый год же. Вот Марк Галая Жирков, это же первый композитор, профессиональный композитор от якутян. Пока можно сказать, что, не дай бог, назвать тебя последним тогда, но... -"Пока что". -"Да". Но я тоже из Вилюсика, то есть можно сказать, что я продолжатель традиции Марка Жиркова. Просто так совпало, да. То есть мистика в этом какая-то есть. -"Есть мистика. А в Вилюсика откуда? С самого Вилюсика". -"С горда Вилюсика". -"Да". А, вот как интересно. То есть величанин, да? -"Да". Ну, когда высшая школа музыки открылась, я переехал, получается. Ну, всей семьей переехали в Якутск. Дабы образование получить хорошее, музыкальное. Умая Иванова, да? Умая Иванова, да? Умая Иванова, да? Умая Иванова, да. И по композиции у Полины Николаевны Ивановой начинал. А в школе, в старших классах у Ксенофонтова Владимира Васильевича. Ну, то есть школа изначально у меня очень такая мощная была. То есть получается как бы фундаментальная школа, как раз вот последователи Марка Николаевича. В школе у нас детей обучают факультативно. Каждый желающий может, в принципе, записаться на композицию и получить какие-то начальные азы. А самое главное, начальные именно сахалыны, якутские, в себя впитать, чтобы в дальнейшем это только возрастало и обретало какую-то композиторскую мощь. А вот когда учился в бывшей школе музыки, то уже там в замысле было композиторское какое-то? Да, у меня вот совпало именно... У меня дедушка же мелодист, Ефим Михеев, Ефим Алексеевич. И в то время он писал различные партитуры, вот что-то такое самодетельная композиция занимался. И родители меня с детства настраивали, что я должен путь композитора довести до конца. То есть уже с детства заложен был? Да, с детства. Это не выбор, а как бы уже продолжение, да? Да, продолжение традиций семейных. Традиции, да. То есть вопросов, сомнений не было? В старших классах, может, немного было. Потому что я как пианист заканчивал. Ну, каждый пианист стремится стать лучшим. И у меня выбор стоял либо фортепиано, композиция. Ну, я долго не думал, конечно же, композиция. То есть это очень достойный выбор. И трудный, да. То есть получается так, что высшая школа музыки не зря мы в свое время создали, да? Это вообще уникальный случай, наверное, в масштабах вообще мира, можно сказать даже. Мне кажется, высшая школа музыки дает какие-то уникальные кадры. То есть не похожие же наши музыканты. У них есть что-то вот свое, якутская духовность, опять же, наша. То есть именно в стенах нашей школы учиться, это дорогого стоит, потому что это большое счастье попасть именно в нашу школу, мне кажется. Вот уникальная деревня, где вот ничто не мешает окружающий мир. Нас окружает прекрасная природа и воздух. Воздух. И главное обособлено от города, суеты нет городской. Монастырь такой. Да. И результат, конечно же, он дает колоссальный. А вот как раз, вот интересно, как раз когда высшая школа музыки создавалась, когда я работаю министром культуры, внес такое предложение создать за городом, как раз мне противники говорили, что нет, как же так, это же консерватория, это должно быть в городе, должны люди вариться в городской атмосфере и так далее, что они должны быть в одном месте, а как же так, в разном катежах. Я говорю, в одном катеже труба звучит, в другом фортепиано, в третьем скрипка, в пятом живут так. И это оказалось такое, ну, не совсем случайно, это же исходило от философии китайской, там грушевый цад такой, да, вот знаешь, да. Ну, а когда я Михаил Иванович подошел, я говорю, Михаил Иванович меня строго спросил, ты, не говоря много, несколько предложений скажи, говорит, зачем это в школу музыка нужна. Я говорю, Конфуций, говорю, сказал о том, что для того, чтобы государство стояло, подданные должны заниматься гимнастикой, там, фехтованием, математикой, там, астрономией, там, грамматикой и музыкой. Тогда суверенитет, государственность, и он сказал, готовьте указ. Вот в результате я, в принципе, сейчас я могу как-то внутри себя как-то удовлетвориться с тем, что еще и композиторская школа начинается, да. Как я понял, вот ты преподаешь там. Я преподаю, ну, после окончания консерватории сразу приступил к преподаванию, к должности преподавателя, и уже здесь, 11 лет уже работаю, получается. Уже один, оказывается. Как будто недавно. Но, и вот самое главное, чем-то отличается композиторская школа, ну, назовем пока так, назовем школы, может быть, еще твоей школы еще, может, не появилась. Но я знаю скрипичную школу знаю. Вот Станислава Афанасьевич, Афанасьенко. Афанасьенко, да, и вот я знаю четко есть скрипичная школа наша. Виртозы – это бренд уже Якутии, получается, то есть они во всем мире уже известны. То есть благодаря, можно даже им сказать, а наша школа известность получила в других регионах, странах, то есть все знают. А вот что-то намечается в композиторской школе? В композиторской школе у меня в планах, уже давно в планах, открыть факультет композиции, дабы давать диплом высшего образования именно профессии композитор. Есть много музыкантов, на самом деле, пишущих. Ну, обстоятельства такие, что у всех дети, никто не может на 5 лет уехать учиться. То есть в плане того, что в ВШМ мне дало, я 18 лет уже поступил в консерваторию, и, получается, 23 года я уже стал профессиональным композитором. В нашей республике из пишущих, ну, Моисей Кобяков, он кино пишет. То есть готовый композитор, в принципе, парень. Что надо как-то… Образование для чего вообще, да? Вот многие поспорят, а зачем вообще образование композитору? Образование нужно, потому что это же целая наука для писателя оркестра, вникать в инструментовку, полифония. Ну, там очень много таких, если внутри копаться, тонкостей. Пожалуй, в искусстве, в исполнительском искусстве, да вообще в искусстве, это одна из самых, может быть, самых сложных профессий – композитор. Композитор, можно сказать, да, сложный. Это самое сложное, самая такая трудоемкая. Нам даже в консерватории один преподаватель по зарубежной музыке любил ставить иерархию, то есть композитор, дирижер, а нет, на самую верхушку он почему-то вокалистов ставил. Вокалист? Ну, а там музыка, голос? Да, вокалисты, потом композиторы, дирижеры, исполнители. Потом. Ну, можно поспорить, потому что музыка же, она очень свободная, то есть не надо каких-то ограничений ставить, мне кажется. Ну, я думаю, все-таки это самое трудоемкое, самое сложное. Выше школа музыки, потом композиторская, факультет. Какого? В консерватории Санкт-Петербургской имени Римского Корсакова я учился в классе у Бориса Ивановича Тищенко. А Тищенко – это большая фигура в мире композиторов, друг, ученик Шостаковича. То есть он именно акцентировал на этом, даже говорил, вы практически внучатый Шостаковича, потому что очень мощная школа. Влияние Шостаковича вообще в советское время было очень мощное. То есть и до сих пор, по-моему, остается. Да, конечно. Да, ну я старался как-то не полностью погружаться именно в русскую школу, потому что я знал, что в будущем я все равно буду национальную музыку писать. То есть я оттуда брал, а все, что мне нужно потом в будущем, даст мне какие-то уверенности в написании, например, для оркестра, для театров, чтобы все это было на достойном уровне, и этот материал может потом выезжать за республику. То есть, ну, понятно, я вот, кстати, тоже это очень правильная установка для себя. Как бы проходя через школу такую русскую, ну, и через русскую европейскую школу композиции, ну, и в режиссуре тоже, в театре тоже, нам надо постоянно возвращаться к истокам своим. Только так мы можем быть самобытными, неповторимыми. В этом наша уникальность. Вот, и я вот вспоминаю Марка Николаевича Жиркова, это мой дядя это, да? И, значит, его первая опера, ну, понятно, какая опера, там, не было стремительное, хотя он до этого тоже писал, там, он же написал именно как раз вот так вот, как бы корневую такую музыку написал, которая именно национальная такая. Но когда оперу надо было вести в Москву и так далее, к нему присоединили Литинского. Литинского, именно вот по оркестровке и по инструментовке? И это вот как? Правильно сделано? То есть, не тот вопрос. Это дало музыке, той музыке Марка Жиркова, как бы, ну, как бы, ну, как бы, проявиться полностью? Или, может быть, это все-таки помешало? Все-таки она опера... Мне кажется, ну, в наше время, да, я бы сделал по-другому, например, да? В том варианте, который сейчас существует, очень слышна вот именно советская школа по инструментовке. То есть, какие-то вот приемы именно, сразу атмосфера возникает. Советские фильмы, там, кинофильмы, оперы. Мне кажется, можно было бы этот материал заново сделать интереснее даже. А может, и надо заново делать, можно... А можно вообще новый материал, потом... Не, как заново. Там же материал национальный же собран, он же собирательством занимался Марк Николаевич. Да, еще как же. Да, то есть, он дал очень мощный фундамент для развития именно профессиональной композиторской школы. Именно в этом его... Он был пионером в этом, что он видел в этом будущее. В том виде, которое вот сохранилось, он все в ноты вписал, то есть собирал. И на этом материале вот выросла опера. Вот, когда я начинал работать министром культуры, то я был поражен количеством и качеством наших мелодистов. То есть, такого в республиках нет, в других республиках. Есть мелодисты хорошие, у Казаха, у Киргиза, у Бурятова и так далее. Но такого вот, как бы, ну, плеяды мелодистов, как в нашей республике, я, по крайней мере, не знал тогда, где это может быть тогда. И, значит, что-то заложено, почему так? Ну, мелодия, музыка без мелодии невозможна. Мелодия – это душа, это зерно, откуда вот вырастает все. То есть, это же вопрос, как сказать, форме, то есть, песенная форма. Мелодия везде, она должна стать идентичной, именно сахалы мелодия. Мелодисты, да, у нас очень сильные, и многие, по идее, могут потом вырасти в композиторов дальше. Ну, опять же, как сказать, это везде существует. Вот чем отличается от мелодиста? Ну, главная же в музыке композитор же мелодия, да, хоть она, если это какофония, но все равно же мелодия, какофоническая мелодия, то есть, мелодия. Так, я-то вот думаю о том, что, может быть, это связано с таюком? Безусловно, безусловно. Может быть, от того, что каждый якута – он мелодист по-своему, тот, который поет таюк. Ну, в генах у нас заложено, то есть, мы любим петь, музицировать. Мы же вообще очень веселые народ, аха. Мрачно сказал по этому поводу. Кстати, я очень хорошо знаю, что очень хорошо, ну, как хорошо, родной язык якутский для тебя, но я решил вести эту передачу на русском языке, которая передача называется «Эль-Ите». «Эль» – это государство, народ, страна, «И» – это обод, «Ит» – это воспитание, «Ит» – это обод вот этих главных понятий. Это очень соотносится с годом патриотизма тогда. И как раз-то вот вдумываясь над, вот как бы, ну, как тоже человек творческий, всегда мне таланты люди интересны, мне важны для меня люди, которые рядом творят, чтобы у них была удача и в то же время направление, которое, мне кажется, мне грезится, что оно туда-должно. Вот Март Николаевич Жирков в свое время выбрал такое, да, потом, значит, наши композиторы, там, и Ксенофонтов, и Герасимов, и Сазонов был такой. И вот тут у меня такой вот возникает тема, которая, вот, как сделать так, чтобы вот воспитанный на самых таких традициях русской композиторской школы в Санкт-Петербурге, вот, Вот, как сделать так, чтобы опера была все-таки национальной? Вот, ну, я понимаю, мелодии и так далее, там, истоки, там, но вот какие происходят в этом плане здесь? Вот я слушаю, слушаю, по компьютерной, какая-то работа, с компьютерной музыкой или как? Компьютерная? А, я преподаю компьютерную аранжировку, у нас есть бакалавриат, и по окончанию они получают диплом аранжировщика. Компьютерную? Компьютерная аранжировка, это не совсем композиция, у них есть предмет, конечно, композиции, но у них нет в требованиях написать, например, симфоническую ивертюру, ну, крупные жанры, они работают именно в электронной музыке. То есть, открытие факультета, это очень важно, композиторского, оттуда могут вырасти уже яркие музыканты, композиторы. Потом и композиторская школа, это же не только влияет на музыку, это же труд композитора, это же структурирование, это моделирование, это музыка, во все века времена, как известна симфоническая музыка, любая музыка, она это отражение времени, отражение эпохи, как архитектура, музыка, именно музыка. Литература может и не быть иногда отражением, вот, например, Николай Лугинов, он пишет, как бы, 5 век до нашей эры, казалось бы, не отражение, но в результате все-таки отражение, но музыка напрямую отражение. И в этом смысле я, почему я, я потихоньку подхожу к главному, зачем я пригласил на эту передачу, прямо во время передачи хочу предложение сделать. То есть, Таюк, а Таюк это музыка, перед ним сидит профессиональный композитор, так, Марк Николаевич Жиркова, это первый композитор, Нюргун Баттер, стремитель, а может быть, Лей Баттер музыку написать? С удовольствием. Почему я, к тому же, потом это, Лей Баттер не обязательно, это должна быть, Лей Баттер не обязательно для оперного певца, это может быть объединить еще и с Таюком. Вот я, я к чему, к тому, что, куда пойдет школа композиторская? Ну, композиторская школа, это же поле для экспериментов, то есть, нет каких-то ограничений. Тем более, в наше время, время экспериментов, Таюк может очень, как сказать, ярко вплестись в этот организм, именно классический, симфонический. Мы все равно же традиции европейские продолжаем. А если мы внесем туда наш элемент, Таюк, опять же, наши инструменты, Кал, у нас очень возможности большие есть. И это может выстрелить именно вот в мировом масштабе. Вот я вот вспоминаю, когда я ставил спектакль в Амхате у Татьяны Дорониной, «Прощание с матерой». Там, значит, взял музыку Архманинова, «Все ночные бденьи». Ну, это религиозное такое, мощное такое, и хоралы звучат, и, то есть, мощная такая музыка. И вдруг мне показалось мало этой музыки. Мало. И мне засмеялись, говорят, как это так? Это же Архманин, это знаменитое «Все ночные бденьи», там и симфония, и хоралы, и голос там все звучит. И тогда я пригласил Степанида Борисову, и говорю, спой Таюк внутри этой музыки. И она спела, и все поразились, сказали, что же это пение странное, как будто Архманин написал внутри. То есть, Таюк может стать, и было полное ощущение, что вокруг Таюка вся эта музыка Архманинова звучит. Еще же Таюк основана на импровизации, получается. То есть, элемент импровизации, если убрать оттуда, то это уже не Таюк будет. Да, да. Поэтому при написании оперы, вот, например, да, Лей Ботур, я уже как вижу, надо найти сильных Таюксутов, чтобы у них была полная свобода, чтобы их в рамки не заточать, жесткие, дабы не потерять вот нашу, именно, нашу энергию, можно сказать, никутскую. Как раз музыка Марка Николая Жиркова, она была вот как заточена внутри композиторской, как бы, очень талантливый человек, литинский, да, и она была, и поэтому она потеряла вот главный суть свою. Хотя и даже через это все равно Нигун Ботур звучит и есть, а Мелос есть такой якутский. Но Таюк освободить, но внутри вот всенышленного бдения или вот музыки Михеева. Именно показать временное ощущение, как мы ощущаем время. Таюк, там же вообще нет ограничений временных, он может тебя погрузить абсолютно на какое-то трансовое состояние, даже можно сказать. Именно вот эта наша духовность, наша сила, через это можно очень тонко показать, то есть, наше мироощущение. Таюк же это код, культура народа сахара, код, это там закодированная информация. Вообще, да, любой источник первоначальный, он закодирован и в нем, это как ядро получается, энергетическое ядро, откуда вырастает уже множество жанров, то есть, это основа. И как композитору есть, конечно же, немножко такой приятный страх, потому что это же большая ответственность и есть какой-то азарт. Вот интересно, на передаче «Элита» зрители станут свидетелями о рождении замысла, да? Я специально не говорил, я почти полгода тому назад, может, раньше еще думал вот о тебе, хотел вот эту тему, но мне думают, что это очень интересно будет, чтобы они увидели, как рождается замысел. Поскольку Нюргун Ботор – это основа, все-таки, эпос, да? Эллей Ботор – это, Эллей-то, он как бы демьюрк, он как бы человек, первый человек, легендарный, легендарный. Но от него исходят и эпос, и Таюк, и Чарон, и Уроса, и Иссах, и хозяйство. То есть, в этом плане можно было, если Нюргун Ботор – это как бы персонаж еще тех, ну, скажем так, мистический, мифологический, а здесь как бы легендарный такой. Да. То есть, приблизиться вот сюда. Приблизиться к народу. Да, приблизиться, и это же так, почти как пророк, это же пророк. Музыка, и пишут же это про, ну, там, правда, Иисус Христос, суперзвезда и так далее, все это. Но эта мистерия, она может очень интересно выстрелить. Мне кажется, это обязательно надо до конца довести. Обязательно. Ну, и поскольку я достиг своей цели при свидетелях, то, может быть, завершающий такой еще эскурс на мировой музыке. Вот, понятно, что Николай Алексеевич, Михеев, Николай, Коля, он, естественно, образован в мировой музыке. Сейчас в мировой музыке что происходит? Вот что происходит? Ну, в симфонической музыке имеется в виду, вот, что сейчас происходит? Какие сдвиги идут? В мировой музыке очень все, как сказать, насытились уже, можно сказать, всем, абсолютно всем. В Европе сейчас классическом именно виде, классическую культуру не ставят, там в основном идет эксперимент. И они все хотят вернуться к истокам. Они уже позабыли свои истоки. А у нас это есть. И поэтому наша культура всегда вызывает интерес очень большой, восторг и даже, можно сказать, какую-то зависть. То есть у нас полная свобода, то есть мы можем делать все, что угодно. И это будет, как сказать, мы пионеры, то есть своего народа, можно сказать. А вот недавняя работа в оперном театре, но я, к сожалению, не успел сходить, но мне очень, как говорят, хорошо называется. Вы успеете попасть в повторный, 17 января. 17 января? А, как раз в ближайшее время. А там, значит, это северная тема, да? Северная тема, юкагиры. Вот я слышал, что ты давно думал над этой работой и давно работаешь, да? Ну, вообще, уже 4 года назад ко мне позвонили, потом мы встретились с Николаем Куриловым в министерстве. И я же сразу, как сказать, сразу согласился, потому что мне интересна именно работа в оперном жанре. Потому что оперный жанр, он стоит, наверное, в музыкальном мире, вот на самой верхушке. То есть, симфонический жанр, оратория, все-таки, ну, это мощные жанры, само собой. Ну, опера – это синтез, абсолютный синтез. Всего? Всего. И всего театра. На самом деле, и театр, и ор, и оркестр. То есть, в этом жанре ты можешь показать именно вот свой замысел, свои идеи в полной мере. А все-таки, ну, я специально еще не слушая, не видя этот спектакль, все-таки за основу взял «Мелость Северный». Да, «Северный». Я изучал именно вот экспедиционные записи, которые мне Николай Курилов любезно предоставил. В течение года я углублялся вообще в культуру, звучание, мелос, особенности языка. Хотя опера идет на русском языке, все равно там в мелодике можно услышать какие-то интонации северные. То есть, а лейтмотивная система, ну, основные темы героев, они абсолютно, как сказать, правильно написаны. Ну, я там зашифровал, можно сказать, мелодизм Николай Куриловский. То есть, прямых цитат нет. Прямых нет. Вот это интересно. А как получается, что, а как же я, вот, слушатель музыки, находясь рядом с аутентичным северным мелосом и якутским, современный композитор вот как раз начинает, как сказал, вот, экспериментирует. Нет, спрятал там, или как. А, зашифровал. Зашифровал, да. Мне надо будет приучаться слушать зашифрованную мою же музыку, рядом же звучит. А, ну, я немножко объясню, как зашифровал. Как? Вообще, пение любое национальное, оно же очень свободное. То есть, я, можно сказать, систематизировал немного, то есть, чтобы она обрела более понятный язык для, для оркестра, для солистов. Ну, в этом... То есть, оно, как бы, юкагирская или северная, чукотская, там, венкинская, венская музыка, она, она может быть симфонизирована, да? Может быть. То есть, главное, мелодию держать, а там вокруг... Да. Да, мелодия – это зерно, а вокруг – это уже на... смотря, какая задача стоит изначально. Ну, хорошо. Значит, ну, в принципе, мы, видимо, поговорили о главных моментах. Главное, я свою цель достиг, так. Вот. И, значит, тогда будем работать. И, уважаемым телезрителям, я обращаюсь к тому, что вот молодой, ну, молодой, хотя молодой, как молодой, уже 10 лет уже преподает. Наш композитор, значит, Николай Алексеевич Михеев, он много интересного пишет, и он тут точно патриот своей родины, своей Якутии. Точно он человек эль-Ите, поэтому я также через экран приглашаю на его спектакли, на музыку, там, на симфоническое, на сиюты разные. И хотел бы в знак благодарности тебе, вот, как бы, подарить свою книгу «Путь к культуру Саха» называется. В «Пути к культуру Саха» я уверен, что будет внесена очень даже ощутимая и внятная лепта с твоей стороны. Тут мои спектакли, разные мероприятия, там, значит, массовые игры, там, опера и так далее, и так далее. Я, наг благодаря, вручаю тебе. Сейчас, увидите. Вот, мне обращаюсь. Спасибо. Николай Лугинов, он мой дальний родственник по маминой линии. Так? Да. По велению Чингисхана, у вас очень много работ, и, мне кажется, в вашей большой коллекции какое-то место, наверное, заметно. Ну, у меня много книг Николая Лугинова и многие его повести, романы, еще не став книгой, проходили через мое такое чтение. И поэтому, то, что композитор дарит книгу, такой выдающийся нашего писателя, это для меня, это, конечно, очень хороший такой знак. Тем более, тем более, это уникальный роман, который повернул, значит, отношение к империи Чингисхана, отношение к татаро-монгольскому лигу и так далее. Сейчас многие ученые, многие историки и так далее давно уже начинают трактовать этот период истории, еще и под влиянием этой книги. Те книги, которые были написаны разным писателем на эту тему, они особенно не поворачивали такое историческое мышление, а эта книга, она дала огромный такой импульс. Спасибо. Человек. Человек.